Елене Гавриловой сегодня исполнилось 6 лет. Так сошлись звезды. В 1992 году на свет появилась светловолосая девочка Акурат 29 февраля. Редкая дата рождения, несмотря на общепринятые представления об этом дне, Лени приносит только удачу. Подтверждает парадокс лишних суток разнообразием своих талантов. Каких-то сверхъестественных способностей у меня нет, даже не ощущала. Но так я очень люблю и танцевать, очень люблю за компьютером работать. Допустим, я сейчас работаю на двух работах. У детишек танцы преподаю и сейчас в информационном центре работаю. Детей, рожденных в лишний день, обычно записывают или 28 февраля, или 1 марта. В документах же Лены Гавриловой значится именно 29 число. Ирина Кудряшова сегодня счастливая многодетная мама. Сегодня в 3 часа дня, 29 февраля, на свет появился долгожданный мальчик, весом почти 5 килограммов. А незадолго до родов она успела дать интервью. Наверное, необычный ребенок должен быть. И вообще, я читала много, что дети, рожденные в этот год, необычные дети все должны быть. Ну, и радости маме и папе, наверное, принесет, и родине. Лишние сутки образовались из-за вращения земли вокруг солнца. Полный круг, 365 дней и еще почти 6 часов. Так и вышло, что для ровности подсчетов раз в 4 года необходим еще один дополнительный день. Про 29 февраля издавна было много слухов и легенд, но по большей части все это предрассудки. Древние славяне считали 29 февраля днем опасным. Они думали, что можно встретить потусторонние злые силы, особенно ночью. Поэтому и спали до обеда. Во второй половине дня они совершали обряд очищения и избавлялись от всего ненужного. Марьяна Мирна, Алина Чемерис, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин